Здравствуйте! Когда мы покупали кур, одна бабушка мне дала очень хороший совет, или как говорят, нужно сделать куриный обряд, чтобы наши курочки неслись круглый год. Первое, значит, что нужно? Если женщина заходит в курятник, она должна обязательно быть в платочке или косыночке, и обязательно платье, никаких брюк, обязательно платье. Если мужчина, то он должен надеть фарк, иметь, значит, вот такой календарь, или есть, который листается, другой мужского календаря. У меня на даче оказался такой 2009 года календарь. Взять обыкновенный календарь, вот такой вот, как у меня, есть 2009 года, и сказать первые слова. Как календарные листы рвутся, так мои курочки пусть несутся. Вот так. Три раза. Значит, листики по три раза оторвать. Второе, что она мне сказала, я вот записала на листочке, я вам всем прочитаю, потому что сама буду делать такой обряд. Да будут курочки нестись круглый год, и будет всегда много яиц, дому моему, отныне и вовеки. Аминь. Аминь. Три раза, так прочитать, возле курочек. Потом она мне еще сказала, что для спасения домашней птицы порчат, разная гибель этой птицы, нужно еще вот так сказать. Водится, не переводится. Плодится, не переплодится. Сколько много у тебя перьев у курочки, столько ты и проживешь. Именно три раза, именно такие слова и сказать. Вот такие вот она обряды сказала. Ну, а третий обряд, это я нашла в интернете и хочу сделать вместе с вами. Очень мне понравился такой обряд для кур в интернете. Но вот я помню только словами, поэтому я словами и расскажу. Берется, вот у меня 12 кур, берется 12 зернышек любых. Вот у меня пшеница, я взяла 12 зернышек. Я высыпаю поилку, где у меня будут куры пить воду после этого обряда. Я их высыпала. Если есть какие витамины, вот у меня Ундевит. Вот такие витаминки. Мы зимой давали своим курам вот такие. Надо же развести в водичке эти витамины. Вот они у меня, видите, еще разводятся. И эти витамины влить в воду, откуда будут пить куры при аварии. Сколько в этих витаминах находится полезного, столько моих курочек должно быть в яйцах полезно. И выливаем сюда, в это корыто. Они растворятся и будут хорошо. Потом взять, омыть руки по часовой стрелке. Омыть руки три раза. Вот так омываем. И омываем ноги, колени. Но я не буду показывать колени, но я их омываю. Три раза одно колено омыло. И три раза другое колено омыло. Вот. И нужно обязательно, когда мы будем ставить вот это корыто с водой, нужно сказать, как Господь на Пасху любит яйца, так и раба Божья, вот у меня имя Валентина, любит яйца круглый год. Да будут курочки нести, если нам круглый год. Сказать три раза, поставить вот это корыто с водичкой возле кур, и они должны поклевать. Сделали мы обряд. Вот курочки уже пьют водичку, над которой мы сделали омовение рук и своих коленей. И туда бросили витаминки и зерна. Вот они у нас уже занесли. 22 апреля куплены были, 7 мая они нам дали первое яйцо, где сделали мы обряд. Это я считаю, что ничего страшного, если мы сделали такой обряд. Не позорно, я думаю, что... А почему бы и нет? Как вы считаете? Правильно это или нет? Или это просто как бы внушение, само внушение? Ну, короче, кому понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Будем дальше смотреть, как будут нестись эти курочки. У нас сегодня 14 мая, у нас внесутся уже 6 курочек. 22 апреля мы купили. Да, Никит? Самое какое тебе нравится, Никит? Маленькое. Вот это малышечку. Вот такие яйца маленькие. Первые занеслись у нас в доминанты. Как и обещал нам фермер, что доминанты первые занесутся. Продолжение следует...